Но Запад ничего не слышит. У англосаксов совсем другие цели и задачи. Они не про мир, они столетиями про войну. Их демократия разрушает и уничтожает страны и народы. Теперь они начали шатать Грузию, чтобы сменить правительство и установить марионеточный режим. Методичка все та же. В Тбилиси прозападные СМИ продолжают выводить на улицы толпы людей. Протесты против закона об иноагентах стали массовыми беспорядками. Накануне все переросло в столкновение с полицией. Демонстранты попытались взять штурмом парламент. Они заблокировали один из выходов здания и возвели баррикады. Стражам порядка пришлось применить спецсредства. Восстановить спокойствие удалось лишь к рассвету. Задержаны 63 человека, шестеро полицейских пострадали. И что очень интересно, что мы все наблюдали и на Майдане. В разгар беспорядков президент Грузии вдруг потребовала от МВД прекратить разгон мирной, по ее словам, акции. Тут же ее поддержал и главный евросадовник Боррель. Правда, забыл упомянуть, что эти совсем не мирные митинги разжигают и проплачивают чаще всего именно из-за рубежа, из различных фондов Евросада. Ограничить влияние извнем на обстановку в Грузии как раз и призван закон об иноагентах, которые очень не нравятся Западу. Естественно, в Европе уже предупредили Грузию о последствиях. И знаете как? Как и в Украине в 2014-м, мол, документ создать серьезные препятствия для евроинтеграции на пути вступления страны в радужную семью ЕС. Отмечу, самые жесткие законы об иноагентах приняты в США, Франции и Великобритании.